Это магнитный вечный двигатель мощностью 25 киловатт. Запрещенные технологии магнитных двигателей. Всем привет, с вами Рафаэль Анриел. И сегодня мы посмотрим запрещенные технологии магнитных двигателей. БТГ-генератор на 25 киловатт. Раскрываем полностью секреты. Как же устроен магнитный двигатель, который сделали в Америке? Именно сегодня мы раскроем действительно, как же он работает. И в видео вы дальше увидите малый прототип, который уже работоспособен. И его может повторить каждый человек, имеющий 3D принтер. Ну что ж, друзья, сегодня будет поистину эпическое видео. Обязательно подписывайтесь на канал, а также распространяйте это видео. Поскольку это очень важно. Малый шаг в сторону бестопливных технологий. Также, друзья, все секретные видео находятся в телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Подписываемся и комментируем. Поехали! Итак, друзья, вот она, та самая секретная установка, которую просто никто не видел в интернете. Я думал, что проверю концепцию и только тогда выложу уже все в сеть, как оно действительно работает. Вот он, магнитный переключатель и в полном, как говорится, сборе. Не обращайте внимания на катушку, она здесь лежит просто для красоты, чтобы бумажка не поднималась. Собственно, сейчас перейдем на более удобный стол и посмотрим, как эта установка должна работать и откуда берется свободная энергия. Так, для эксперимента нам понадобится металлический предмет. Я только что чуть не расколол стол напополам гантелей, так что будем пользоваться вот такой блинчиком, короче. В общем, берем прототип, который важно запомнить, друзья, то, что я сейчас показываю. Вот этой модели не будет, будет уже более продвинутая вот эта модель. Выложена в сеть. Сейчас вы это все увидите. Смотрите. Открываю крышку. Самое главное, посмотрите, как она устроена. Это очень важно. Ее еще не так просто разобрать. Посмотрите. Вот это металл. Вот. Здесь используются вот так вот установлены магниты. Запомните, металла должно быть в несколько раз больше. И желательно, чтобы это была специальная подходящая трансформаторная сталь. Только тогда эта штука будет хорошо работать. Вот. Далее. Вот здесь на металлической пластине расположены магниты север-юг. Это обязательно. Вот эта вещь и переключает магнитный поток на себя. Вот. Смотрите. Вот так вот одеваем ее. В одном положении она не притягивает, когда замыкает на себя, вот на эту сторону. В другом положении, например, вот так. Магнитный поток как бы вот тут его нет. Он замыкается вот на предмет, например. В данном случае вот у нас идет притяжение. Вот. То есть магнит у нас включен. Магнитный выключатель. Вот так вот мы моментально отключаем его. То есть он вообще не прилипает. Вообще. Так. До конца доведем. Это уже рабочее положение. Так что вот так вот. То есть смысл в том, что вот эту вещь, этой вещью можно управлять суперсильными магнитами, которые будут установлены вот здесь. Вот в этом месте. Давайте посмотрим на более продвинутый вариант магнитного переключателя. Уже в маленьком масштабе. Вот здесь вот. Сейчас я его выключу. И мы посмотрим. Эта вещь использовалась для того, чтобы попытаться построить подобный магнитный двигатель поршневого типа. Но я его немножко пока что заморозил, потому что он не совсем был актуален для этого магнитного двигателя. В общем, уже получился вот такой маленький прототип, который будет как раз таки в схеме для 3D печати. Ссылочка будет в описании. Также в моем телеграм-канале. В общем, смотрите. Все то же самое. Только использованы вот такие вот металлические бруски. 1 на 1 сантиметр. 4 штуки. Вот. Также вот внутри два магнита, которые переключаются двумя магнитами, которые находятся под этой пластиной металлической. Это самое важное. Корпус должен быть не металлический, то есть он может быть алюминиевый, но не железный и не стальной. То есть, чтобы магнит вот тут не залип, короче. Вот так вот смотрим. Никакого прилипания нет вообще совсем к металлу. То есть, выключенное положение. Полностью выключенный магнит. Хоть что вы с ним делаете, он не примагнитится. Так. Смотрите. Переключаем. Мы включили магнит. Пожалуйста. Вот он. Магнитный переключатель. Короче, поверьте мне на слово, оторвать его, ну, жутко очень сложно. Так. Я боюсь разбить монитор. Ох ты, твою мать. Короче, поверьте мне на слово, что вот эта вот маленькая малютка держит килограмм, я не знаю, минимум 10, а то и 20. Вот такая малютка. Вы представляете, что вот здесь вот сила на переключение совсем мизерная. Для того, чтобы это проверить, вам нужно самим вот такую штуку сделать. Только тогда вы поймете, что она работает. Именно как генератор свободной энергии. Потому что вот это притяжение, вот это, когда мы включаем, оно в несколько раз, а то и в десятки раз сильнее, чем мы тратим вот на вот это переключение. Поняли? То есть посмотрите, как легко переключается. Главное, вот здесь чем-нибудь смажьте, чтобы оно легко ходило. Это очень важно, иначе ничего не будет работать. Вот видите, ничего не прилипает у нас. Самая фишка в том, что энергия будет браться оттуда, когда у нас идет притяжение. Вот, например, мы схватываем, да? Но магниты-то могут быть здесь и 100 кило тянуть, и тонну тянуть. Вы поняли, в чем здесь фишка-то вот этой штуки? И на основе этой штуки, я думаю, сделан магнитный двигатель в Америке. Именно вот по такому принципу. Продолжение следует... Такой принцип есть еще электрический, переключением за счет катушки. Но это более сложный прототип, который нам стоит с вами построить. Но для этого, друзья, придется собрать именно реально донаты на это дело, потому что потребуется оборудование, магниты дорогостоящие и много чего. Ссылка на донат и также карту будет в описании. Если кто желает поучаствовать в подобном строении, можете подключаться, как говорится. Любая помощь нужна будет. Ладно, идем дальше. Пока мы просто посмотрели, как это дело работает. Вот, смотрите, болваночка такая, килограмма два, наверное. И она спокойненько висит. Далее. Многие говорят, что магниты разряжаются. Допустим, вот, когда они работают в генераторах и так далее, да. Многие говорили и вводили в заблуждение то, что якобы магниты теряют свою силу. То есть, если магниты работают в ветряке и еще где-то, они теряют свою силу. Это можно легко проверить. Я сделаю специальный стенд для этого. Мы возьмем, сделаем вот такой магнитный выключатель на вот таких вот магнитах и подвесим на него какую-нибудь наковальню. И мы посмотрим, какая будет сила магнита, мощность магнита до этого. И, например, через месяц после эксперимента, как он будет, например, подвешен вот так вот. Или даже вот так вот на расстоянии, чтобы вот эта вот щель, она даже не замыкалась. Вот давайте проведем такой эксперимент и посмотрим теслометром именно силу магнита до и посмотрим после. А также возьмем еще обычный магнит, который просто будет где-нибудь лежать. Прям реально эксперимент с камерой. Поставим таймер, что действительно прошел месяц и все такое. Но на это реально нужно финансирование, друзья. Вот это не просто так все. Потому что вот эти все шуточки я делаю за свой счет. Все буквально, все магнитики, пластик и так далее, все это тратит свое время и свои ресурсы. Так, ладно. Пойдем дальше. Вот он, видите, немножко стороной примагнитился. Вот если его задвинуть, вы не оторвете его практически. Причем это очень слабенький такой еще получился. Ну, в общем, вот такой прототип. Как оно должно работать на практике? Переходим плавно к БТГ мотору поршневого типа, который я пытался построить. Но на данный момент он в незаконченном виде. Но самое важное. Давайте посмотрим, как он должен работать. Вот здесь, вот в этом месте, должен стоять магнитный переключатель. Вот так вот. И, соответственно, механически, например, с помощью шестеренок, он должен вот так вот как-то переключаться был. Так что, если есть умельцы и понимающие, что я делаю, если вы можете сделать то, что я вам показываю, да, то обязательно пишите в комментариях и в телеграм-чате тоже мне. В общем, все контакты будут, как говорится, в описании. Короче, магнитный переключатель стоит вот здесь. То есть, притягивает вот эту болванку. Ну, тут просто металл установить. Тут не болванка, а просто металл должен быть. Для того, чтобы вот эта вся конструкция шла вперед и притягивалась. То есть, энергия магнит как бы отдавал на притяжение. Вот так вот. Чик, например, притягивает. Потом выключается, эта штука отходит. То есть, банальный поршневой магнитный двигатель. Так, давайте рассмотрим в разрезе, как оно должно было работать. То есть, смотрите, это простой поршневой двигатель. Вот он вот так вот работает. Вот. Тот момент, когда ход идет вот так, это, соответственно, притягивает магнит, когда магнит включен. Когда потом по инерции это все дело отходит, магнит, соответственно, выключен. То есть, поняли, да, это все на герконах или каких-то других приборах должно работать. Вот примерно таким образом. Это просто модель из пластика. Поэтому она, скорее всего, даже не работала бы. Вот здесь должен быть дальше, например, на валу обязательно гигантский маховик. Потому что сила вот этого притяжения, она как бы иначе испарится. Если не сделать гигантский маховик. Много-много килограмм, который там будет где-то 100-200, а то и больше килограмм, чтобы увидеть хотя бы то, что эта вещь вообще работает. Что успешно сделали в американском БТГ-генераторе на 25 киловатт. В общем, вот такие мои мысли. Это, друзья, не просто так взято. Эту вещь мне поведал Слободян. Так что не думайте, что это просто какая-то игрушка, да. Многие токари написали, увидев вот эту штуку. Ой, да это КОКОКО. Это такая штука, типа, к станине приклеиваешь вот так вот. И типа, оно держит там что-то. Друзья, нужно думать головой, а не задним проходом. Вот в этой штучке скрывается очень много тайн. Не то, чтобы даже тайн. То, что хотели скрыть от вас, оно лежит на виду. Вот оно.